Холодная вода и толпа энтузиастов. На праздник Крещения уже собираются больше людей, которые хотят окунуться в холодную прорубь, чем верующих, готовых войти в Иордань. В 2021 году органы местного самоуправления подготавливают места для крещенских купаний. Всего планируется организовать и обустроить 33 таких места. Каждое место организованного купания должно быть обеспечено специальными подходами, настилами, местами для переодевания, а также пунктами горячего питания и обогрева. Во всех местах спланировать дежурство представителей оперативных служб, сотрудников Главного управления МЧС России Познанской области, подразделений пожарной охраны, спасателей аварийно-спасательной службы, а также врачей, сотрудников полиции, добровольных пожарных, волонтеров и представителей Россоюз Спасы. Но что сотрудники МЧС, что врачи не рекомендуют окунаться в холодную воду без подготовки. Для начала советуют растереться и выпить горячего чая. Но погружение в прорубь рекомендуют далеко не всем. Окунуться в прорубь не рекомендуется крайне людям с хроническими заболеваниями. Прежде всего с хроническими заболеваниями сердца, заболеваниями легких и бронхолегочной системы. Потому что это может привести к очень неблагоприятным последствиям, как минимум к обострению этих заболеваний. То же касается и людей с неврологическими расстройствами. Есть и категорические запреты. Так Валерий Демихов предостерег от крещенских купаний беременных и детей. В храмах тем временем идет подготовка к службе. 18 января верующие, которые соблюдают строгий пост, идут на праздничную службу, где и освящают воду. Второе освящение проходит 19 января. Считается, что такая вода обладает огромной целительной силой. Важно в этот праздник, испросив благодать Божию, взять святую воду, через которую Господь будет подавать нам свою благодать и помощь. Что касается купаний, то это больше народная традиция. Она не имеет отношения к традиции церковной. Но так сложилось, что люди стремятся тоже, подобно Христу в Иордане, окунуться в воду. Здесь нужно помнить, что, конечно, делать это нужно с благоговением, с молитвой. Люди верующие уже готовятся к этому празднику, постятся, а на саму службу принесут или свою воду для освящения, или возьмут из храма. И погружаться в Иордань совсем не обязательно, по словам священнослужителей. Однако всегда есть желающие окунуться в прорубь, которые совсем забывают об истоках этого праздника. Для верующих это прежде всего очищение от грехов. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».